ЧП у нас, вроде бы все уже разрешилось, короче, Нас подняли, я подскочила, уже все вещи почти вот покидала, сработала пожарная тревога. Собирай, выходите незамедлительно, ну короче, все как обычно, видите, пожарка приехала, а? Ну оповещение, да, пожарная тревога, ну надеюсь, что это, нас вроде уже расслабили, Олег сходил два раза, уже узнал. Такой спокойный вообще, как танк просто, не паникуй, не паникуй. Задымления нет у них, обычно, или покурят. Профессионал, конечно, в этом плане, но все равно. Короче, оказалось, жарили яичницу, наверное, про нее забыли, пошел дымный датчик задымления сработал. Сначала первый раз пошел, она, ну они там тоже на панике, типа, да, собираетесь, выходите, но она уже все равно уходите, я уже покидала все вещи свои, все вот так вот. Я никогда не видел, как она так быстро пожарала. Да, я говорю, ты от тебя не ожидал, что ты так подорвешься. Да нет, я ЧПшные вещи вообще боюсь. И говорю, нет. Как еще пожар, да? Нет, Олег. Он говорит, да успокойся ты, давай я второй раз схожу. Сходил второй раз, приходит и говорит. Но она извинилась, сказала, вы извините, я яичницу пожарила. Она задымилась, я говорю, вот зараза такая. Видите, я сейчас уже перекладываю вещи свои нормальные, чтобы выселяться нам, идти погулять часик-полтора и уже покушать и выдвигаться в сторону вокзала. Я поздоровалась всем. Доброе утро, если она добрая. Техли, конечно. А из какого номера наполните? Десятый. Десятый. А ты минимальные пользуешься, шоколадки, напитки? Нет? Нет, вкусно. Возьмите на браке. А скажите, о рюкзаке поможем на пару часиков? Да, да, давайте. Решили все-таки попробовать, да, прогуляться по Кремлевской стене. Время есть, конечно. Спасибо большое. До свидания. До свидания, прошу дня. Спасибо. Не, а там сразу же сахар добавить. Почему я и спросила, сразу добавить? Растворится. А? Типор сварится. Ну, он же сразу размешанный. Какой стаканчик, да? Модненький. Чертовка. Черточка, чертовка. О чем ты думаешь? Чертовка. Чертовка. Ну, пускай будет у нас чертовка, ладно. Одна коза с тобой живет. Дай хоть здесь оседлаешь. Так, у меня что, тоже рога? Да? Что, да? Кто засмущался? Кто засмущался? У мужиков рога бывает. Давай моя кофе. Давай. Ходила, песню заводила. Прости, плава. Что? Орлата, знаешь, что это песня? Я раньше знала, сейчас уже забыла. О, голубей сколько налетел. Городовой стоит. Вчера мы видели, ходят, да, реально здесь городовые. Полицейские ходят и городовые. Да, смотрите, у указателей будет 4 выставки в музее в 4 башнике, 2 метра, да, я прощусь. Хорошо, спасибо. 550, да? Да. Это общее полностью, да. Спасибо. Все-таки по утрам вот надо везде ходить. В праздники, в выходные, народу вообще никого. Билеты только надо, там несколько турникетов. А, именно несколько турникетов. Ну, мы взяли единый общий, там все стены. Там на входе, кстати, написано, стоит парнишка, возмущается, потому что когда большая очередь, получается, что из-за того, что люди не определяются, очередь задерживается. Такой вот этот, необычный, да? Это стажер, а там помощник справа еще. Там сложнее. Справилась. Уровень стажер прошла. Осталось уровень этого еще. Там больше. Все, вышли мы на стену. По машине можно ездить. О, видишь, группы сейчас пошли. Сейчас будет столпотворение, да? Высота Кремлевской стены 13-15 метров. Винтовые лестницы. Этот выступ на стене не тайник или кладовка, а винтовая лестница. Обычно их делали в толще стены, но если места не хватало, то часть пролета выходила на боевой ход. Офигеть. Кладовая башня. Здесь стоки для воды. Там на входе предупреждения, чтобы не спотыкались об них. Торе Sis談. Потомучто реальная астрия. А тут можно кисточкой, да, полосить? Полосить. Карта раскопок. Нашел. Она сверху лежала. Нашел что-то. Волосник. Головной убор знатной замужней женщины. Шелк золотые. Золотные нити. Качество плетения. В чем замужняя женщина ходила. Пуговица. Медный сплав. О, красота какая! Северная башня. Считаешь? Нет. Да, крутые ступени. Как плод. В современной видовой форме. Да, такой красоты в деревне не увидишь, да, Олег? Очень красиво. Мы останавливаемся, прям любуемся красотой вообще. И все, это вот туда, 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 туда. И вон туда еще? Да, и подниматься, где мы захотели. Олег. Наташа, пойдем, у нас время. Как ты издеваешься надо мной. Короче, говорят, нам еще подниматься и подниматься. Там мы поднимались. Наталья уже выдохлась. Я поднялся чуть выше и говорю ей, ну тебе что в кафе-то заказать-то? Типа, пока ты тут ползи, а я пойду. Пока ты поднимешься, придешь, как раз уже заказ будет готов. Ой, тяжко. С тяжками. Ой, как старушка. Пиши, равноверно. Мне кажется, даже для худеньких молодых тоже тяжело. Да, вот после сегодняшнего ноги мне точно забыли. Так, я пошел вперед, а вы посмотрите, как ваши блоги. Нам очень не кончаются. Наташа, нам отступать некуда. Я не знаю, нормально все. Уже все практически, вон стена там. Вот смотрите, перепад какой. Еле-еле. Шафтели. А виды, конечно, все. Красивые-красивые. Снимай, я пойду. Чуть-чуть осталось. Вон уже там ровная площадка. Нормально, ничего. Мы не останавливаемся. У нас все впереди. Все. Вот там чуть-чуть еще и все. Уже вон ровная площадка. Мы уже на уровне земли практически. Сейчас осталось подняться только на стены, грубо говоря. Ну, скажи, да нафиг я пошла, да? Да ну тебе, что в Кисловодске меня шло в это. В Крыму где-то, в тропе Галицы. И еще. Пришли мы в китайский ресторанчик. Мы как бы уже выбрали себе. Взяли салаты и древесные грибы. Суп из акульных плавников. И что-то мы еще здесь взяли. Какой-то из этих свинины по-сальчуански наверное. Но точно не скажу, но наверное. Так для нас это все новое, не знаем что взять. Ну посмотрим. Жареное молоко. Жареное молоко ты не будешь? А мы какое второе горячее взяли по-сальчуански? Да. Но я так и сказал. Первый раз пробуем китайское пиво. Ну что такое приятненько. Ну и как обычно мягкое взяла прям совсем. И уговорили. Ну и уговорили, предложили чипсы креветочные взять. Сейчас пойду руки помою. Попробую. Попробую. Сегодня две тысячи. Вышел наш завтрак-обед на двоих. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Как быстро все. Пахнет вкусно. Знаете что? Сейчас я вам расскажу, чтобы не кричать. Олег боится уже есть. Но я с одной стороны тоже. Ну попробовать надо. Не попробовав, ты не узнаешь что это такое. Суп с акулями и плавниками, да? И она предупреждает. Она говорит, вы его хоть раз пробовали? Я говорю, нет. Она говорит, вы его хоть раз пробовали? Он очень своеобразный вкус. То есть самих плавников не будет. Но он вот такой, говорит, бульон желеобразный. Он говорит, очень на любителя. Вы знаете, так, в принципе, как убеждала. Вы точно уверены? Я говорю, ну мы хотим попробовать. Ну а не попробовав, мы же не узнаем, что это такое. То есть здесь морепродукты. Мидии, кальмары, креветки. И вот это вот типа... А будет плавник? Так, наверное... Нет, наверное, яичко, да. А вот навары именно из акульих плавников. И взяли салат тоже попробовать. Из древесных грибов. Там морковь, огурцы. Ну что у тебя салат? Салат как салат. Ну пахнет корейской, да? Да. Ну свининка, я думаю, нам понравится. Аппетитно выглядит. Единственное, что она остренькая, да. Ну что, я первая пробую, да? Могу я. Я езжу, ты первая. Давайте. Прикольно. Прикольно. Понравилось. Но я бы не сказала, что прям на любителя такой. Ну по мне пока вот не соленый, безвкусный. А так нет такого, чтобы, знаете, резких каких-то вкусов. Довольно-таки оригинально. Острая. Что, нет соли, да? Я щас принесу. Кухню. Вообще хоть попробую. Ну, кисленький такой, как уксус добавлен. У нас сами грибы никакой. Ну, брать битые огурцы, которые мы в этом ели. Бастя. Овощи, да? Я говорю, давай попробуем что-нибудь такое. Там есть, конечно, и другие салаты, но они с курицей. Не хочется сытного, потому что нам вот этого на двоих хватит. Мы, как всегда, едим на двоих. Так что все-таки мы попали перед отъездом в китайскую забегаловку. Душевно наелись. Оригинально. Ну, ничего такого прям вот изысканного, да? Да. Ну, вкусненько. Свинина вообще кисло-сладкая. Мы такое любим вкусное. Островато. Островато, да. Олег не очень острый любит. Я люблю, для меня нормально. Так что, кто любит, как мы, пробовать что-то новенькое, советуем заходить, попробовать. Там много чего. Если бы мы не уезжали, мы бы еще разочек бы зашли, да? Что-нибудь еще попробовали бы. Все, мы выдвинулись пешочком до метро. Сейчас дойдем на метро до вокзала и выдвигаемся в сторону дома. Удобное расположение. Несколько минут, и мы уже на вокзале. Облуждали немножко. Как-то у них немножко кто-то запутан, либо они сами путают. Второй вагон, да? А, там, видишь, прям все подряд двойные идут. Такой, другой. Удачно. Что, рюкзак не есть? Ты смотри, хочешь вниз. Просто много людей нашел. Эта ласточка намного удобнее здесь. И столы есть. И место просторное вообще. И кресла раскладываются, да? Интересно, так снаружи-то вроде такая же ласточка. Классно. Классно. Все, мы ждем отправления. Маловато? Да мне, в принципе, достаточно. Потому что я представлю, если бы пущок меня таскал бы день по таким перепадам, я бы умерла бы. Ну, я, конечно, шучу. Ребята едут, видно, в Москву гулять, наверное. С ними часть не села. Они думали, что они опоздали, но у них пять процентов было, что они сядут в Дзержинске. И они их уже заприметили, сделали вид, что-то спят. Теперь, короче, они их разыграют. Сначала те, типа, опоздали на поезд, а теперь эти, этих разыграют. Я ужасно. Их тоже боюсь, когда они меня разыграют. Вы знаете, кто из Михайлов из Минбрана? Не очень у них розыгрыш получился. Они сами об этом сказали. Не то, что я озвучу, расскажу вам вкратце. И, кстати, вставлю подсказочку. Я делала видео такое. Ну, когда только начинала вести канал. Может быть, не совсем так опытно. Но все равно прикольно получилось, как Олег устроил мне сюрприз на день рождения. Купил билеты в Стамбул. И подговорил соседей и Сашу с Леной. И вот там реально были эмоции. Я не могу вам передать словами, когда все это произошло в аэропорту. Ну, кому интересно, пройдите, посмотрите. Вот это вот, да, это незабываемый отдых. Я вставлю как подсказочку ссылку. И в конце видео тоже будет видео поставлю. Надеюсь, вам будет интересно. Ну, это реально эмоции. И иногда в жизни этого не хватает. Не успела камеру вам включить. Там лиса была такая худая, все обрезала. Ой, боюсь я диких животных. После Адыгеи медведей лис. Я их еще больше боюсь, когда наши встретились с медведями. Это жутко было, конечно. Но тоже незабываемо. Город-герой Москва. Один из девяти российских городов-героев. Будьте внимательны и не забывайте свои вещи. Все, мы уже возле своей машины. Зашли в магазин. Затарились немножко. 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 Как обычно, немножко не получается. Время уже полвосьмого вечера. Зашли здесь в перекресток. Сразу с метро вышли. Испачкался. Заведем итог нашего отдыха, отпуска, хотела сказать. В принципе, нам понравилось. Не в принципе, а понравилось. Получилось такое, знаете, как мини-отпуск. Мы еще когда первый день только приехали. Вроде вечер на следующий день. Такое ощущение, что мы в отпуске. То есть, ну, как-то вот. Отключаешься от всей вот этой опять бытовухи, да. И получается, как бы ты в отпуск уехал. А всего лишь мы были два дня. Погуляли, соответственно, дома. Так бы мы время не провели. Тебе понравилось, Олег? Ну, в принципе, в поезде, да. Мы вам сказали, что нам понравилось, Олег. Думал, может быть, еще бы денечек. Ну, можно было. Ну, в принципе, достаточно. Ну, наверное, скажу вам пока-пока. Потому что сейчас приедем с ребятами туда-сюда. Уже как-то, наверное, не до камеры будет. Все. Пока-пока. Спасибо, кто досмотрел это видео до конца. И кто с нами путешествовал. До свидания. Субтитры сделал это видео. Субтитры сделал это видео. Продолжение следует...